Поскольку данная проблема, и эта конференция на ЭСМО, точнее даже и ЭСМО, и конференция, которая не так давно прошла, в Сан-Антонии тому подтверждение, поэтому, вот учитывая время достаточно ограничено, всего 15 минут, и подразумевалось еще и голосование, поэтому, вот случай из практики, больная молодая женщина с заболеванием правой молочной железы, состояние после мастектомии, 4-х циклов полихимиотерапии по схеме АЦ-12 еженедельных введений по клетоксилов, неспецифицированный рак молочной железы, рецепторы эстрогенов максимально 8, эстрогенов прогестерона 8 баллов, ХЕР-2 негативно, высокая степень злокачественности, КИ-67-30%, метастазы в 2 из 5 лимфатических узлов. И есть несколько опций выбора возможной одевантной гормонотерапии. Пожалуйста, вот на выбор, либо будет тамоксифен 5 лет, либо тамоксифен 10 лет, тамоксифен плюс агонисты гонотропин релизин гормона 5 лет, либо ингибиторы ароматазы плюс агонисты гонотропин релизин гормона в течение 5 лет. А запущено у нас голосование? Запустите, пожалуйста, голосование. Хорошо, тогда, ну и тогда, как вариант, можно тогда, давайте тогда руками, уже как по старинке. Кто за первый вариант, пожалуйста, поднимите руки. Тамоксифен 5 лет. Хорошо, тамоксифен 10 лет. Так, тамоксифен в течение 5 лет, агонисты гонотропин релизин гормона в течение 5 лет. Или же, как одна из опций ингибитора ароматазы, в комбинации агонистами гонотропин релизин гормона 5 лет. Ну вот, за вторую, точнее, за третью, четвертую опцию проголосовало большее количество человек в зале. Адювант, Владимир Владимирович, вы совершенно правы. После хирургического лечения проводилась химиотерапия, 4 цикла полихимиотерапии по схеме АЦ, высшие в диагнозе, и 12 еженедельных монохимиотерапии по клетоксилам. Вы совершенно правы, действительно, в данной ситуации больная была консультирована вами. И было рекомендовано 4 курса полихимиотерапии по схеме АЦ и 12 еженедельных монохимиотерапии по клетоксилам. Далее больной была рекомендована ингибитора ароматазы в комбинации с агонистами гонотропин релизин гормона в течение 5 лет. Собственно, какая доказательная база, и я позволила себе оставить данные слайды на английском языке, чтобы показать, что это самый оригинальный факт данного исследования. Здесь, соответственно, пациенты получали, рандомизировались либо на группу тамоксифена, либо на группу тамоксифена в комбинации с авариальной супрессией. И что очень важно, и что даже в течение двух лет назначение агонистов гонотропин релизин гормона в комбинации с тамоксифеном оказало благоприятное, как в отношении локорегионального рецидива, так и дистанционных рецидивов, и также причина, соответственно, снизила риск смерти по причине рака молочной железы. Что очень интересно, даже пациенты, относящиеся к группе неблагоприятного прогноза, добавление авариальной супрессии снизило частоту висцеральных метастазов, условно говоря, переводя из такого агрессивного потенциала достаточно более благоприятное по течению заболевание. И что тоже очень важно, что частота вторых опухолей при добавлении к тамоксифену авариальной супрессии была значительно ниже. В этом исследовании мы не увидим на слайде ни эндометриального рака, ни рака колоректального рака, ни, соответственно, рак щитовидно-железынистого, что было чаще в группе авариальной супрессии. И вот, соответственно, действительно, авариальная супрессия по результатам данного исследования оказывала благоприятное протективное воздействие на развитие метахронных опухолей. Авариальная очень важная, основные критерии эффективности, безусловно, это общая выживаемость. И добавление авариальной супрессии статистически достоверно привело к увеличению общей выживаемости на 2%. Если говорить, что ежегодно рака молочной железы заболевает более полутора-двух миллионов женщин, и в целом добавление химиотерапии приводит к увеличению на 5% общей выживаемости, то добавление авариальной супрессии, и эти 2%, как бы они ни казались, для нас ничтожно малы, они играют колоссальное значение как достаточно важный фактор. Далее, мета-анализ, это результаты, которые опубликованы были не так давно, 4 июня 2018 года. Здесь, соответственно, были проанализированы результаты пациентов более 3000 исследований софт, и более, ну, практически 3000 пациентов исследований текст, и что в результате было получено. Что, конечно, вот этот слайд, он всем хорошо известен, тем не менее, добавление дифирелина к терапии тамоксифеном или ингибитор ароматаза снижает риск смерти рецидива и контрлатерального рака на 24-35% по сравнению с монотерапией тамоксифеном. И самое важное, даже в группе благоприятного прогноза, даже при отсутствии риска, при неблагоприятном, при низком риске рецидива, мы все равно видим увеличение общей выживаемости на 1%. Конечно, значительно больше мы увидим в той группе пациентов, в котором к ингибиторам ароматаза добавлялась авариальная супрессия по сравнению с группой тамоксифена. Здесь, соответственно, результаты приближались к 5-процентной разнице. Но и в целом даже добавление дифирелина к тамоксифену позволяет снизить риск смерти на 41% по сравнению с тамоксифеном в монотерапии. И вот исследование, которое, вот этот метанализ, мне он показался достаточно интересным. Нас очень долго учили и говорили, что в Адюванте при наличии HER2 трижды позитивного рака молочной железы, при наличии трижды позитивного рака молочной железы у нас есть кросс-толк между HER2-экспрессией и соответственно рецепторами эстрогена, и предпочтительно назначение ингибиторов ароматаза. Данное же исследование показало, что у больных трижды позитивным раком молочной железы добавление к тамоксифену в реальной супрессии было значительно, оказывало благоприятное воздействие по основным четырем основным критериям оценки. Это касалось и выживаемости свободной от заболевания, и также выживаемость свободная от дистанционного рецидива. То есть вот если мы говорим, согласно этому большому достаточному исследованию, то при трижды позитивном раке молочной железы в группе неблагоприятного прогноза наилучшие результаты мы увидим при добавлении к ингибиторам ароматаза в реальной супрессии. Тогда как в группе без HER2-экспрессии, в группе люминального рака молочной железы, то наибольший выигрыш получали пациенты, которым к экземистану добавлялась авариальная супрессия. Далее. Ну вот и выражение, достаточно классическое выражение, если препарат лишён побочных эффектов, следует задуматься, есть ли у него какие-либо эффекты вообще. И вот то исследование, оно вот, если читать по-русски, звучит как новое. Многоцентровое исследование третьей фазы больных в премии на паузе с гормонопозитивным раком молочной железы, получающие трепторелин в комбинации с тамоксифеном в сравнении против пациентов, получающих элитрозол, или же против элитрозола в комбинации с элитроновой кислоты. Основной критерий оценки, соответственно, безусловно, это общая выживаемость и выживаемость без прогрессирования. И было показано, что добавление элитроновой кислоты улучшает безрецидивную выживаемость у премии на паузальных больных хердопозитивным раком молочной железы. То есть пациенты, которые получают у нас ингибиторы ароматаза вместе с авариальной супрессией добавления элитроновой кислоты, приводило к улучшению безрецидивной выживаемости. Таким образом, те данные, которые были опубликованы не так давно на ЭСМО, звучали, что в адевантном режиме пятилетнее назначение комбинации элитроновой кислоты 4 мг внутривенной каждые 6 месяцев, нестероидного ингибитора ароматаза литрозола 2,5 мг в день, внутрь трипторелин в дозе 3,75 мг внутримышечной каждые 4 недели, у женщин до 55 лет сохраненной авариальной супрессии, улучшали пятилетнюю безрецидивную выживаемость у премии на паузальных больных на 8% по сравнению с одним тамоксифеном. Таким образом, в настоящий момент экскалация гормонотерапии эстрогенпозитивного раннего рака молочной железы группы неблагоприятного прогноза 2 года, согласно доказательной базе исследований АСТР, увеличивает общую выживаемость на 2%, и согласно мета-анализу исследований софт и текст, увеличение на 4,3% общей выживаемости, и, соответственно, со всеми рекомендациями, которые мы имеем в настоящий момент, это американские, европейские, отечественные, в том числе рекомендации РОМ, авариальная супрессия, в группе неблагоприятного прогноза в комбинации с гормонотерапией тамоксифеном или ингибитором роматаза является значимой опцией, которая приводит к увеличению общей выживаемости. Однако мы должны помнить, что авариальная супрессия, она сопряжена с значительным риском побочных осложнений, и каждый раз мы сейчас говорим о пациент-ориентированной терапии, обсуждать с пациентом необходимы те риски, которые сопоставимы с назначением данного вида лечения. Поэтому, поскольку голосование мы уже голосовали, то в данной ситуации действительно мы можем рассматривать либо комбинацию ингибиторов агроматаз с агонистами гонотропин-релизингормона 5 лет, либо тамоксифен в течении, также 5 лет с назначением агонистов гонотропин-релизингормона. А это у нас голосование появилось? А давайте тогда переголосуем. А уже нажимали? Татьяна Юрьевна, сейчас после вашей лекции уже голосование должно. А, тоже другое голосование? А, ну хорошо тогда. Ну тогда я благодарю всех за внимание. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok